Сегодня, 12 июля, международный арбитраж в Гааге вынес решение по территориальному спору между Китаем и Филиппинами в Южно-Китайском море. Об этом пишут все международные медиа. Филиппины добивались признания неправомерными территориальных претензий Китая на 90% Южно-Китайского моря. Сегодняшнее решение в Гааге в пользу Филиппин. Но Китай не признает юрисдикции арбитража в Гааге и от того, как отреагирует Пекин, будет зависеть безопасность всего региона. Кроме Филиппин, территориальные претензии Китая в Южно-Китайском море оспаривают и другие прилегающие государства. Хотя иск в международный арбитраж пока подали только Филиппины. Французское информагентство France Press объясняет суть спора между государствами в Южно-Китайском море. Китай, Тайвань и Вьетнам претендуют на Парасельские острова. А на острова Спратли – Китай, Тайвань, Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней. Воды вокруг островов полны рыбы и потенциально богаты месторождениями нефти и газа. Через них также проходит стратегически важный мировой торговый путь. Пекин претендует на всё Южно-Китайское море, ссылаясь на карту 1940-х годов, когда Тайвань ещё был частью Китая. После кровавых столкновений с Вьетнамом Китай захватил Парацельские острова в 1974 году. Вьетнам заявляет о наследственных правах на архипелаг и обвиняет Китай в нападении на вьетнамские корабли. Китай отвечает такими же обвинениями. В 2013 году Филиппины, которые часто конфликтуют с Китаем за риф Скарбора, подали иск против Пекина в постоянную палату Третьейского суда в Гааге, действующую при поддержке ООН. Арбитражная комиссия в Гааге была создана в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, которую ратифицировали как Филиппины, так и Китай. Тем не менее, Китай ранее заявлял, что не признает решение арбитража, так как не признаёт правомерность иска Филиппин и правомерность этого органа в вынесении решения по Южно-Китайскому морю. Считается, что государство обязано выполнять решение арбитража, но гаагский арбитраж не имеет полномочий принуждать государство к исполнению своих вердиктов. В решении арбитража в Гааге говорится, во-первых, цитирую, не существует юридических оснований для Китая утверждать исторические права на ресурсы в акватории Южно-Китайского моря. Второе, арбитраж также постановил, какие участки и суши являются островами, а какие нет, что важно с юридической точки зрения. Остров, скала или риф? От того, как классифицируют участок суши в море, зависит то, на какую часть моря может претендовать страна в соответствии с международным морским правом. Если страна владеет островом, то у неё есть права на 200 морских миль вокруг него. Здесь можно ловить рыбу, добывать нефть и газ. Но чтобы участок суши считался островом, он должен быть пригодным для жизни человека. На нём, например, должна быть пресная вода. В Южно-Китайском море таких участков суши мало. Большинство из них скалы – небольшие участки суши, на которых нет пресной воды. Страна может владеть территорией в 12 морских миль вокруг этой скалы. Рифы видны только при отливе. Страна не может ими владеть. Они – часть морского дна. Китай оккупировал несколько рифов в Южно-Китайском море. Он насыпал на рифы цемент и песок, сделав из них искусственные острова. Но по международному праву искусственные острова не предоставляют стране юридических прав на морские территории вокруг них. Арбитраж в Гааге постановил, что острова Спратли не являются островами. А поэтому Китай не может претендовать на 200 миль вокруг них. Также в решении гаагского арбитража отмечается, что Китай нарушает суверенное право Филиппин, проводя поиски природных ресурсов в водах вблизи этой страны. Кроме того, по мнению арбитража, строительство Китаем насыпных островов в Южно-Китайском море наносит ущерб окружающей среде. Корреспондент Международного информационного агентства Bloomberg Дэвид Твитт в статье от 11 июля пишет, как Китай может отреагировать на вердикт, вынесенный сегодня в Гааге. Первый вариант – мирный. Китай не признает решение арбитража, но прекратит сооружать военные объекты на Спратли, оставив нетронутым риф с Карбора, контроль над которым Пекин установил в 2012 году и начнет прямые переговоры с Филиппинами. Второй вариант, продолжает Дэвид Твитт, умеренно агрессивный. Пекин установит в Южно-Китайском море зону противовоздушной обороны, усилит патрулирование с моря и выйдет из Конвенции ООН по морскому праву. В ответ Соединенные Штаты могут усилить военное присутствие в регионе для защиты свободы судоходства. Третий вариант агрессивный. Китай начнет устанавливать на рифе с Карбора радары или самолеты, превращать сооруженные искусственные острова в военные базы и определит точные координаты территорий в Южно-Китайском море, на которые он претендует. В ответ Соединенные Штаты могут вступить в вооруженное противостояние с Китаем. Но, продолжает Твитт, Вашингтон вряд ли пойдет на столкновение с Пекином. Автор приводит пример действий Штатов в Сирии, где администрация Обамы не предприняла решительных действий против диктатора Асада и поддерживающих его России и Ирана. Филиппины ранее заявляли, что готовы совместно с Китаем пользоваться природными ресурсами в Южно-Китайском море и рассмотрят возможность прямых переговоров с Пекином для урегулирования территориального спора. Но эти переговоры, по мнению властей Филиппин, должны соответствовать международному праву, в том числе и решению гаакского арбитража.